2019 год заполнился оренбургсом сразу несколькими крупными авариями пожалуй самое впечатляющее это рухнувший 2 декабря мост на улице терешковой лишь по счастливой случайности тогда никто не погиб однако два водителя пострадали водитель приора попал в дтп примерно за час до обрушения моста откуда-то сверху упал кабель в итоге лада въехала в опору моста в это время там правде сермотная работа на мост транспортном потоке заехал груженый мерседес и рухнул вместе с конструкцией кстати на водителя грузовика впоследствии ответственные чиновники пытались выложить всю вину утром на мосту появился свежий знак ограничивающий массу транспорта в 25 тонн за водителя тогда вступились общественники реакция страуса засунуть голову в песок и типа я не знаю у нас знак был вот все сами дураки мы тут ни при чем знак это так ну вот это глупость тут мелкая такая пакостная глупость которую вот можно было только сделать а здесь соответственно есть ряд нюансов которые тоже поиски предстоит выяснить а есть рекомендация по тому чтобы 30 тонн свыше 30 тонн сюда объекты не заезжали проводить дополнительный осмотр места происшествия в ходе которого мы исследуем все дорожные знаки полностью дорожную разметку уголовное дело возбудили по статье нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекшие причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью крупного ущерба губернатор пообещал вместо реконструкции построить новый мост кстати там и реконструировать то было уже нечего все 200 метровое полотно в дребезге в середине ноября оренбург подряз пожарной электростанции с милым названием юлия первый крупный снег на фоне черного дыма создавал картину постиндустриального апокалипсиса тем временем город несколько часов оставался без электроэнергии тогда свой вклад в чп внесли так называемые черные копатели копали экскаватор он здесь стоит порвали кабели значит но сейчас ликвидируем здесь потребители в экстрем режиме перевели на резервные источники версия с экскаватором и ломом металла позже тоже подтвердилась также в ноябре оренбург потрясла еще одна коммунальная авария которая совпала с морозами ниже 20 градусов почти на сутки без газа остались жители нескольких районов оренбурга на двух газораспределительных пунктах произошла нештатная ситуация в течение нескольких часов систему наладили но последствия коснулись почти четырех тысяч семей ледяная мы не девши мы ничего не можем сварить аварийную ситуацию устранили потом был поквартирный обход и присовка это тоже было время холод и нервы периодически особенно в летние жаркие месяцы граждан травили неприятными примесями воздухе газовые атаки подвергались жители промышленного района и района поселка берды запах был я думал не знаю что и сегодня запах был у нас вот перевалочная база есть на заводе на нефть и масло да там нефть заливают потом привозят а потом ее отгружают ответственные службы поймать за руку виновных так и не смогли тем не менее свою версию на последнем в этом году заседание горсовета сделал депутат и гереховторин есть у нас такая муниципальная программа охрана окружающей среды на весь 2020 год выделяется 2 миллиона 324 тысячи рублей люди в промышленном районе и на обердах задыхаются от запаха по ночам и по вечерам но как нам утверждают экологи что нет превышения по серовой дороге да совершенно верно потому что это не серовая водорода это меркоптан и замеры делаются именно по сероводород почти все уже знают что источниками являются нефтяники которые сливают по ночам на железнодорожных ветках с цистерна тяжелую нефть травили людей в других районах нашей области и тоже компании которые так или иначе связаны с нефтепродуктами весь год за защиту своей реки тока от нефтяников выступают жители красногвардейского района и